МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами тележурнал «Оффроуд драйв». Взгляд на мир с высоты дорожного просвета. Смотрите сегодня. Баха, голубые озера, ралли-рейд которого не было. По следам отмененного Дакара, русская экспедиция отправилась в Африку. Внедорожный мотоцикл. Разбор по винтикам. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый этап Кубка России по ралли-рейдам. Баха, голубые озера, Тверская область. 37 экипажей получают документацию. Машины проходят административные и технические проверки. Торжественный старт зрители ждут на мото-кроссовой трассе в черте города. Леонид Новицкий, Алексей Беркут, Биньямин Джипаев, Семен Смирнов и другие известные пилоты соскучились по гонкам и готовятся показать себя и свои машины во всей красе. Важно двигаться. Один за другим экипажи делают 18-километровый марш-бросок до основного скоростного участка трассы. Кольцо трассы в 20 километров гонщикам предстоит пройти 10 раз. Первым уходит чемпион России 2007 года. Экипаж Леонида Новицкого, Олега Тюпенкина. На Митсубиши Паджеро. Категория Т2. Вслед за ним экипаж Алексей Беркут, Антон Николаев. На Субару Ви Арси. Зачетная группа Рейд Спорт. Первый круг. Новицкий ловит сугроб, а лидерство захватывает Алексей Беркут. На вторую позицию выходит Биньямин Джипаев на УАЗ Патриот. Третьим идет Артем Варенцов на Митсубиши Челленджер. В это время больше половины участников еще только готовятся принять старт. Все как обычно. Второй круг гонки. Канал останавливается. Замечательные гонки. Таких не было. Ногласен. И не дай бог. Около трех километров трассы размокло из-за наступившей оттепели. И гонка стала похожа на стандартные тропи. Гонку установили из-за того, что в Торфяниках наиболее пропадали. Тем не менее, организаторы не теряют надежды на спасение гонки. Для эвакуации застрявших на трассе появляется гусеничный трактор. Но судья приехал, организатор. Двенадцать с утра ночью ездили. Утром пять часов утра ездили. Он говорит, что он будет из грязи. Вместе вдвоем мы ездили. Все ночь морозим. А идет снег, точно. Разве заморозишь? Нет. Все усилия тщетны. Преодолеть сложное место и обойти застрявшие автомобили удается только Леониду Новицкому. Гонка окончена. Два круга финиш. Трасса проложена по Торфяникам. Торфяники, естественно, не промерзшие. Очень жидкие, очень вязкие. За первый круг дорогу раздолбили. Второй круг пробивались на веревках, друг друга вытаскивали, откапывали. Много машин там на трассе? Все? Все. Абсолютно все. Дорога достаточно узкая, объехать невозможно. Трасса просто физически непроходима. Прекрасно понимая, что движение далее невозможно, руководители гонки принимают решение направить все экипажи в режиме дорожной секции в закрытый парк. Гонка остановлена. Отрезок – километр. На этом километровом отрезке три места, где проехать нереально. Вот и все. Действительно обидно, что первая же гонка сезона потерпела фиаско. Потрачены деньги и нервы. Примерные расходы участников. Стартовый взнос от 4 до 22 тысяч рублей, в зависимости от зачетной группы. Каждый автомобиль сервиса – полторы тысячи. Плюс уйти доезд до места соревнований, автопогрузчик, зарплату механиков, страховку. Трудно сказать, что тут виноват. Думаю, что организаторы считали, что погода будет холодная, и торг замерзнет. А вышло все наоборот, еще тут такой снег с дождем идет. Неудивительно, что все раскисло. К сожалению, такие вещи случаются. Увы, наша ралли-рейдовая репутация изрядно промокла и в глазах гонщиков из ближнего зарубежья. К сожалению, делаем очередной вывод, что в России нормальных трасс для ралли-рейда мы не видим. Может быть, это наш субъективный, очень такой завышенный взгляд на ситуацию здесь. Наши условия в Казахстане совершенно иные, позволяют ездить красивее, интереснее, быстрее. Расстроенные организаторы отправились на заседание комиссии судебных комиссаров. В гробовой тишине были объявлены результаты. Первое место – Алексей Беркут, Антон Николаев. Второе место – Артем Варенцов, Роман Елагин. Третье место – Александр Киселев, Евгений Молчанов. Проведение спецучастка номер один было остановлено по мотивам безопасности. Наша справка. Согласно нормативным документам Российской Автомобильной Федерации, соревнование считается состоявшимся, если участниками было пройдено более 30% дистанции. Этот минимум смогла преодолеть только часть экипажей категории «Суперпродакшн» – Т1. Экипажи остальных категорий уложиться в эти рамки не смогли. Надеемся, желание участвовать в следующих этапах у экипажей все же найдется. Чемпионат России по ралли-рейдам стартует 21 февраля под Санкт-Петербургом. По следам отмененного Дакара ралли-рейд «Сахара-челлендж» собрал русских путешественников на внедорожниках, в том числе отечественного производства. Экспедиция стартовала 1 февраля из Марокко. Впереди Мавритания, Западная Сахара, Гамбия и Сенегал. Протяженность маршрута – 9000 километров. Финиш в Дакаре. В составе экспедиции – эксперт оффроуд-драйв. Настоящее приключение – это то, чего иногда люди ждут всю жизнь и покидают этот мир, так и не испытав, что это такое. Я вот всегда белой завистью заидовал тем, кому довелось, например, принять участие в знаменитых «Кэмэл-трофи». Другого рода, аналогичных приключениях такого рода. Вот здесь я надеюсь, что получится что-то то же самое. Да, участники там будут немножко соревноваться, будет такой гамбургский счет на командный дух, на лучший экипаж, который покажет самый лучший командный дух. Будут задачки на ориентирование, причем они будут такие, не выдуманные, а настоящие. В Тверской области прошел второй этап зимнего кубка по спринту ледовой камикадзе. Погода выдалась на редкость внедорожная, слякоть и дождь со снегом. Поэтому вездесущие девятки и копейки чувствовали себя настоящими внедорожными болидами. Открытые соревнования проводились в четырех зачетных категориях «Профи», «Монопривод», «Экстрим» и «Спорт». Трасса получилась у нас очень интересная, большое количество участников, большое количество зрителей. Вообще сами соревнования получились очень зрелищными. Скоро! Уже в марте ожидается сразу несколько премьер внедорожных мотоциклов категории GS. Эта аббревиатура означает «Гелленштрассе», по-немецки «внедорожный». Также этот класс называется «Эндуро». «Эндуро» в переводе с латыни «выносливость и стойкость». То есть эти мотоциклы самые надежные в условиях бездорожья. Мотоциклы класса «Эндуро» – постоянные участники известных во всем мире ралли-рейдов. «Дакар», «Ралли фараонов», «Тунис Оптик-2000». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основное отличие мотоциклов «Эндуро» от других классов – максимальное приспособление к тяжелым условиям эксплуатации. Он минимально страдает от плохих дорог, некачественного сервиса и легких дорожно-транспортных происшествий, не теряя способностей передвигаться. Мотоциклы этого класса пользуются популярностью более 25 лет. «Эндуро» бывает разное. Бывают жесткие спортивные мотоциклы, на которых можно заниматься только спортом. Бывают универсальные, как этот, на нем можно заниматься и спортом, и кататься в свое удовольствие. Бывают туристические эндуры, на которых вы можете проехать вокруг светок и получить масляного впечатления для своей жизни. Покорить гору тяжело, но еще труднее вернуться назад. Надежность тормозной системы проявляется особенно при замедлении в экстремальных ситуациях. Поэтому на переднем колесе установлены дозируемые тормоза. «В отличие от большинства мотоциклов класса «Эндоро» используется по два тормозных диска». Все тормозные шланги имеют стальную оплетку, что позволяет длительное время обеспечивать стабильное давление при высоких нагрузках. Сердцем GS является оппозитный двигатель нового поколения с силой в 100 лошадей. В диапазоне между 5000 и 8000 оборотов в минуту силовой агрегат обладает динамикой и хорошей способностью. Идеально пройти путь позволяет подвеска конструкции «Телелевер». Еще ее называют «телескопическая вилка». Дополнительный плюс этой конструкции приносит поперечный рычаг. Благодаря ему даже на очень тяжелой дороге легко удается держать мотоцикл под контролем. Завершает управляющую систему легкий стальной руль переменного диаметра. Бесперебойную работу двигателя обеспечивает спортивный глушитель с коротким патрубком. В новых мотоциклах внедорожного класса предусмотрен режим пробуксовки. Когда на пути оказывается мокрая трава или сыпучий песок, система включается автоматически, и колесо спокойно проходит этот участок. Мотоцикл оборудован антипробуксовочной системой, которая прощает очень много ошибок. Этот эндуро рассчитан на преодоление больших расстояний. Его любят туристы. Но в семействе мотовнедорожников есть и чисто спортивные экземпляры с теми же функциями. Благодаря интересным техническим решениям удалось добиться такой развесовки массы мотоциклов, что его можно прекрасно использовать. На нем можно ездить по городу, выезжать за город, кататься по даче. Какому внедорожному мотоциклу отдать предпочтение выберет сам спортсмен? Скоро. Тест одноклассников. Mitsubishi L200 против Ford Ranger. Выводы экспертов Off-Road Drive. Отбор русской команды для английских внедорожников. Квадроцикл в трофи-рейдах. Мастер-класс. Как не утонуть в болоте. Это был тележурнал Off-Road Drive. Взгляд на мир с высоты дорожного просвета. Всем полного привода! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова